Как странно она бывает в жизни. Ты живёшь, живёшь свою бутылевую жизнь, и появляется человек, мужчина. Точнее, сначала ты появляешься в его жизни, а ты его сначала даже не заметил. Но он появился, и ты его увидела каким-то боковым зрением, и даже не его самого, а какой-то отчётливый силуэт. А потом этот силуэт становится более отчётливым, и ты уже видишь перед собой конкретного мужчину. И ты понимаешь, что должно было это с тобой случиться, и ты обязательно достойна счастья. Но нет, это, конечно, не тот прекрасный и размытый образ, который ты там себе напридумывала. Ты думаешь, нет, нет, это не то, что тебе нужно. Но этот мужчина пытается, по-моему, постоянно ворваться в твою жизнь. Кто постоянно встречает тебя где-то, провожает, поджидает, звонит, говорит что-то, или даже молчит в тупку. Он везде. И ты понимаешь, что это он. И даже, когда ты сидишь дома, включив телевизор, ты думаешь, а вдруг он-то появится. И вот однажды, как сидя с двоями в кафе, ты вдруг подумаешь, а где же этот человек? А почему он мне сегодня не звонит? Подумаешь себя на мысле. А почему я об этом подумала? И как только ты об этом подумала, ты больше ни о чем думать не можешь. И весь мир, в котором были друзья, и куча интересов, саботится лишь к одному человеку. Тебе остается делать только один шаг. И ты делаешь этот шаг. И ты понимаешь, что ты счастлив. И думаешь, а почему я раньше не делала этот шаг? Почему я раньше не могла быть такой счастливой? Но это состояние длится мне долго. Какой-то прекрасный момент. Ты понимаешь, видишь этого мужчину, ты понимаешь то, что он успокоился. Вот он взял и успокоился. Он успокоился не потому, что он уже тебя добился, или ты ему не нужна. Ты ему очень нужна. Но он успокоился и живет теперь своей обыкновенной, спокойной жизнью. Но тебя же это не устраивает. Ты же хочешь другого. Ты не знаешь, чего именно ты хочешь, но ты знаешь, что это не то, что ты хотела. Ты начинаешь устраивать провокации, собирать чемодан, уходить, чтобы тебя возвращали, лишь бы, чтобы вернуть то, что было вначале, ту остроту и трепет. Тебя останавливают и возвращают. И ты делаешь это снова и снова. Но потом ты возвращаешься домой одна. И это ужасно и нечестно по отношению к тебе может продолжаться очень долго. Но в один прекрасный момент ты просыпаешься, понимаешь. и снова появляются друзья, в жизни кипят интересы, еда, кино, фильмы. Ты живешь прекрасной жизнью, но продолжаешь. Котец. Котец.